МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский в студии Гульнур Жакен. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Аким Карагандинской области Ирлан Кушанов дал поручение по каждому из шести направлений посланий президента. Областной актив обсудил задачи, поставленные главой государства. Власти сдержали обещания, данные дачникам. По поручению главы региона, Федоровский мост наконец-то реконструировали. Дачники, в свою очередь, выразили благодарность руководству области. Более 200 жасулановцев-новобранцев дали торжественные обещания с честью и достоинством постигать военное искусство. В республиканской школе Жасулан состоялась церемония принятия клятвы. Аким Карагандинской области Ирлан Кушанов дал поручение по каждому из шести направлений посланий президента. Областной актив обсудил задачи, поставленные главой государства в послании «Рост благосостояния казахстанцев, повышение доходов и качества жизни». С 1 января следующего года будет повышена минимальная зарплата в полтора раза. Это коснется 32 тысячи жителей нашей области, 25 тысяч бюджетников. На эти цели будет выделено 2 миллиарда тенге. Аким Карагандинской области Ирлан Кушанов также призвал крупные компании поддержать инициативу президента по повышению заработной платы. Глава региона рассказал о том, какую пользу уже принесла дорожная карта бизнеса. За 8 лет в области на ее финансирование направили 17 миллиардов тенге. Полторы тысячи предпринимателей, получивших поддержку, пополнили казну на сумму свыше 24 миллиардов тенге. Создано более 20 тысяч новых рабочих мест. Вложено 168 миллиардов тенге инвестиций. В отношении налоговой амнистии Ирлан Кушанов дал задание уже сейчас определить круг должников и начать вести с ними работу. На сегодня в области общая сумма штрафов по налогам предпринимателей составляет более 3 миллиардов тенге. По поручению президента будет проведена налоговая амнистия для бизнеса при условии уплаты основной суммы налога. Опыт двух предшествующих нелегализации имущества повысил доверие населения к реформам. Объявленная амнистия даст бизнесу возможность начать работу с чистого листа. Все это делается для того, чтобы снизить уровень теневой экономики. Стоит задача за три года сократить теневой оборот как минимум на 40%. Здесь нам следует проводить активную разъяснительную работу с должниками о налоговой амнистии, определить списки и вести работу персонально по каждому должнику. Не меньше внимания глава региона уделил развитию аграрного сектора экономики. Продолжится реализация проектов в области точного земледелия. Ерлан Кушанов отметил, что государство стимулирует переход на новые технологии через инвестиционное субсидирование. Благодаря им фермеры смогли только в текущем году приобрести около 500 единиц различной техники на сумму более 5 миллиардов тенге. Ярким примером внедрения новейших технологий в сельское хозяйство является предприятие «Шахтерское». В свою очередь мы уже давно применяем цифровые технологии по картофелю. Мы три года занимаемся только картофелем. И с первого года мы стали применять цифровые технологии. С каждым годом все добавляя и добавляя элементы, что позволило нам повысить урожайность. И в этом году уже получить урожай картофеля 420 центов. Это неплохой показатель, я думаю. И мы будем в этом направлении двигаться и дальше. Подробно глава региона становился на развитии социальной сферы. В области образования Ерлан Кушанов отметил важность создаваемого закона о статусе учителя. В здравоохранении особое внимание уделил цифровизации и улучшению качества оказания медицинской помощи. Поставлена задача повысить доступность первичной медико-санитарной помощи, особенно на селе. Сегодня на одного участкового врача в Карагандинской области приходится 1900 прикрепленных жителей. Это намного выше норматива. Врачи работают с повышенной нагрузкой, соответственно снижается доступность и качество медицинской помощи. А вместе с тем наши жители должны иметь возможность получать медицинскую помощь рядом с домом, как говорится, в шаговой доступности. При этом наибольшие потребности отмечают в густонаселенных районах городов Караганды и Темиртал. Говоря о росте благосостояния граждан, Акимобласти не мог не затронуть тему роста цен на продукты питания. Глава региона подробно остановился на мерах, предпринимаемых властями, для сдерживания необоснованного роста цен. Также главный вопрос, который волнует население, это рост цен. И наша задача – не допускать необоснованных скачков. Для этого принимаются меры предупреждающего и стабилизационного характера. Заключаются меморандумы с крупными нашими хозяйствами. В пользу и случаю хочу выразить благодарность этим фермерам за вклад в обеспечение ценовой стабильности в регионе. В своем выступлении Акимобласти Ирланд Кушанов подробно остановился на каждом пункте послания главы государства, а также дал поручения, касающиеся развития социальной сферы, промышленности, сельского хозяйства. Андрей Тенджа, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Больница в поселке Жайрем теперь оснащена новейшим оборудованием. Современные аппараты для диагностики и лечения удалось купить благодаря финансовой помощи Жайремского горно-обогатительного комбината местного градообразующего предприятия. В этом году для больницы компания КАСЦИНК выделила 240 миллионов тенге. Меморандум с предприятием был заключен в прошлом году. Тогда на полученные 72 миллиона тенге капитально отремонтировали здания больницы. Еще на 92 миллиона медики приобрели современное оборудование. Кроме оснащения удалось решить также одну из самых больших проблем – нехватку квалифицированных специалистов. За два года в Жайремскую клинику приехали работать 10 врачей, в том числе анестезиолог. Всех обеспечили квартирами с мебелью и бытовой техникой. И также за счет ТО КАСЦИНКа этим специалистам ежемесячно доплачивают в зарплате дополнительно 100-130 тысяч тенге. К концу году планируется приезд еще четверых врачей. Аким Карагандинской области отметил, что такой опыт взаимодействия сельской больницы и крупного предприятия стоит внедрить и в других районах. Карагандинская область Квартиру им дали так же, доплату делают большим молодым врачам. До 200 тысяч, по-моему, они доплачивают. Доплачивают 200 тысяч, чем-то тысяч. Это, по-моему, недель такого нет. По области недели. Поэтому в этом году план 7 ключевых врачей. Еще проезжие уже привез. Сейчас до конца года еще 4 врача приедут. Это надо теперь повсеместно, где наши градообразующие компании, чтобы также на примере Жаремского гора занимались. Ну вот Карагандинская область на очереди. Вот с ними надо везде. Местная больница была построена в 1980 году. Сегодня здесь работают 164 медицинских работника, 14 врачей и 150 средних медработников. Пациентам оказывают также амбулаторно-поликлиническую помощь. Принимают участковые терапевты и педиатры. В одну смену поликлинику посещают около 200 человек. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. К другим новостям. На 86-м году жизни скончался известный писатель и общественный деятель Шерхан Муртаза. Трагическое событие произошло в Алматы 9 октября. Шерхана Муртазу прозвали народным писателем Казахстана. Любовь и признание всего народа помогли завоевать произведения писателя, его переводы, а также деятельность, направленная на благо страны. Шерхан Муртаза родился в 1932 году в Жамбылской области. Его перу принадлежат романы «Карамаржан», «Казалшебе», знаменитые пьесы «Сталин Гехат» и «Бесеуден Хатты», а также повести «Бутсус Найзагай», «Бельгисы солдатын Баласы» и «Мылтых Сазмайдан». Он также перевел венгерские народные сказки, произведения Ганса Христиана Андерсена и Щенгиза Айтматова. В роли депутата Шерхан Муртаза доносил до парламента проблемы простых граждан и всегда выступал за защиту прав народа. Кончина писателя многих повергла в шок. Поэт Серег Ахсун Карула рассказывает, что не мог уснуть, получив трагическую весть. Именно в эту бессонную ночь родились следующие строки. Ахсун Карула Шерхан Муртаза скончался приблизительно в 18.30 вечера в своем доме в Алматы. Писатель боролся с тяжелой болезнью. Как стало известно, прощание с великим казахстанским писателем пройдет 11 октября в Казахском государственном академическом драмтеатре имени Мухтара Ауэзова. Аким Карагандинской области сдержал обещания, данные дачникам. Напомню, двумя неделями ранее Ерлан Кушанов отчитал ответственных за недостроенный мост. По поручению главы региона, Федоровский мост наконец-то реконструировали. Дачники, в свою очередь, выразили благодарность руководству области. Стоило Акиму области прилюдно отчитать своих подчиненных за недостроенный мост, как результат не заставил себя ждать. Федоровский мост укрепили, установили перильные ограждения, сделали пешеходные дорожки и проложили трубы. Примечательно, что на эти цели из бюджета не потратили ни одного тенге. Река постепенно поднимается в весенний период, поэтому мы ее подняли, укрепили и поставили перильные ограждения для безопасного проезда. В первую очередь, здесь нам необходимо было обеспечить безопасный проезд и переход именно жителей города. А кто укреплят, получается? Это отдел непосредственно? Да, отдел коммунального хозяйства с силами ТО «Теплотранзит». То есть вот эта труба – это бывшее употребление, то есть это не новые трубы. А с бюджета средств потрачено здесь не было. Владельцы дач не могут нарадоваться этим переменам. Они вспоминают, что раньше здесь было небезопасно передвигаться. Дачники попросту боялись ходить по просевшей и расшатанной конструкции. Теперь же карагандинцы выражают благодарность за капитальный ремонт моста. Большое спасибо, что о нас так заботятся. В общем-то, этот мост давно вот в таком был разрушенном состоянии. Теперь мы просто наслаждаемся этим. До этого у нас просто грунт лежал на трубах, по которым проходила вода. И весной всегда размывала этот грунт. Это была проблема и для дачников, ну и для машин, которые проезжали. Машины и пешеходы шли, простите, по одной вот дорожке. Кроме того, чиновники намерены провести работы по очистке русла реки Сокор. Для реализации данной цели из бюджета планируется потратить более 100 миллионов тенге. Работы начнут в этом году ближе к зиме. По проекту планируется привлечение 30 единиц техники, порядка 20 человек инженерно-технических работников. На этот год, на 2018 год выделено 25 миллионов тенге на проведение работ. А общая сумма договора составляет 109 миллионов тенге. Реконструкции моста дачники, безусловно, обрадовались. Но на этом проблемы людей не заканчиваются. Их беспокоит и состояние речки, и ремонт дорог, ведущих к дачам, и участившиеся кражи. В Карагандинской области успешно внедряются современные информационные системы. В рамках программы цифровизации здравоохранения в областном кардиологическом центре действует ситуационный центр. Ситуационный центр областного кардиологического центра – новое слово в обеспечении качественной медицинской помощи. Именно сюда стекается вся информация по кардиологическим больным. От оказания первичной помощи на уровне неотложки до стационарного и амбулаторного лечения. Руководит центром Назира Казбековна Базарова. Она отмечает, что если раньше для оценки качества приходилось собирать много бумажной документации, то сегодня достаточно лишь сделать пару кликов компьютерной мышью. Мы можем проследить не только, как оказывается помощь на уровне поликлиник, но и на уровне стационара. То есть цифровизация позволяет подходить к вопросу мониторинга качества оказания помощи именно с точки зрения интеграции всех этапов. Ситуационный центр, мобильное приложение Дому Мед, медицинские информационные системы – все это и многое другое является элементами цифровизации в области здравоохранения. Их главная цель – качественная и быстрая медицинская помощь, а также удобство как для врачей, так и для пациентов. Это в очередной раз подтвердила руководитель ситуационного центра Назиробазарова. Продолжаем выпуск. В Караганде открылась международная выставка «Аркаим. Страна городов. Пространство и образы». Мероприятие приурочено к 30-летию со дня открытия всемирно известного архитектурного памятника. Фотографии древнего городка представлены в областном историко-краеведческом музее. «Аркаим» – укрепленное поселение Бронзового века, расположенное на юге Челябинской области Российской Федерации. Его по праву можно считать одними из самых значимых, широко известных в мире археологических объектов культурного наследия. Здесь до сих пор проводятся раскопки и исследования, в которых принимают участие выдающиеся ученые из многих стран мира. Посмотреть фотографии, на которых изображен сам древний город, и процессы раскопок арагандинцы могут в историко-краеведческом музее. Данную выставку приурочили сразу к двум знаменательным датам – 30-летию со дня открытия памятника архитектуры и 80-летию археолога Геннадия Борисовича. Он был первым, кто начал исследование «Аркаима». Большинство работ, представленных на выставке, принадлежат известному фотографу Юрию Зуйкову. И впервые в Караганде представлены более 50 фоторабот, большинство из них мои, и часть представленная Геннадием Борисовичем, археологом. Часть взята из архивов для того, чтобы показать людям культуру и древние пространства Южного Урала. Цель фотовыставки – познакомить зрителя, не только ученых, специалистов, но и всех, кто интересуется культурой, историей с эпохой бронзы, с древними культурами, которые развивались на Южном Урале, в Северном Казахстане, в Центральном Казахстане. Но основная выставка посвящена Аркаиму, Синташке, в стране городов. Это территория Южного Урала. Примечательно, что данная выставка проводится с 2016 года и уже объездила около 12 городов России, а также южную столицу Казахстана. Тохжан Лян, Вайден Шалкар, Андрей Тимофей, Первый Карагандинский. Более 200 жасулановцев-новобранцев дали торжественные обещания с честью и достоинством постигать воинское искусство, соблюдая все славные традиции. В республиканской школе «Жасулан» состоялась церемония принятия клятвы новыми воспитанниками. В строю вчерашние школьники, а ныне воспитанники республиканской военной школы «Жасулан» имени дважды Героя Советского Союза Талгата Бегельдинова. Еще совсем немного и после произнесенной клятвы они станут полноправными членами армейской семьи. Всего школа пополнилась двумя сотнями новых воспитанников из всех регионов Казахстана. В республике Казахстан Два года в стенах школы они обучаются. Затем они направляются в высшее военное учебное заведение Республики Казахстан. В общем строю воспитанник Дастан Жумабаев. Он приехал из Кустаная специально, чтобы учиться в этой школе. В будущем намерен стать кадровым офицером. Хочу быть как свой отец. Папа с детства меня представлял, что ты должен стать подменным. Чтобы все защищать родину, быть и где. На вчерашних мальчишек с гордостью смотрели родители и друзья новобранцев. Все они приехали в этот день из других городов страны. Во-первых, преподаватели очень квалифицированы. Ему нравится, что хорошо преподают предметы. И вообще сама обстановка, коллектив очень дружественный. Но он в восторге. В настоящее время в школе обучается 354 воспитанника. В их числе дети из многодетных и неполных семей. Воспитанники детских домов. С концертной программой выступили артисты Национального военно-патриотического центра. А также военнослужащие разведывательного подразделения войсковой части 31775. Они провели показательные выступления с элементами боевого самбо. Андрей Тенн, Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. Это были все новости на сегодня. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. И смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Аминь. Субтитры подогнал «Симон»! Редактор субтитров А.Семкин